Здравствуйте, все! Я буду говорить по-английски. И, как вы видите, здесь возможен перевод. На самом деле, мне очень жаль, что мы находимся в таком огромном зале. Потому что я бы хотела, чтобы у нас был диалог, и вы могли задавать вопросы. Но я бы хотела, чтобы вы поднимали руку и задавали свои вопросы, и мы сможем обсудить это в дальнейшем. Я не приготовил некой презентации, но буду говорить в общем об истории тюркских языков и этносов. Как и многое, можно разделить историю тюркских языков на три периода. Первый период заканчивается большим вторжением Чингисхана. До того, конечно же, были и государства, и империи, но тюрки жили немного по-другому. У них были контакты, было взаимодействие, однако пришел Чингисхан и все смешал. Например, если бы Чингисхан не вторгся в то время на территорию тюрков, то сегодня на территории Турции не было бы современного турецкого языка. Потому что тюркские, которые пришли с Сельджуками, были очень few в номере, многие из них были адаптированы к культуре персской культуре, и потом они адаптированы к культуре грекской культуре. До того население имело контакты с Персией, с Грецией, но потом произошло такое очень быстрое продвижение тюрков из Средней Азии со времен Чингисхана. И таким образом произошел просто побег большой части населения из Центральной Азии, которые пытались убежать от Чингисхана и пришли на территорию Малой Азии. И далее новым веянием было то, что появился ислам в конце 10-го, 11-го века. После смерти Чингисхана его империя была разделена на несколько самостоятельных государств. И большинство из этих государств, или большинство из народов, которые населяли эти государства, стали мусульманами очень быстро. В Персии и на Среднем Востоке была империя Ильханидов. Золотая Орда от Аральского моря до западных просторов. А в Центральной Азии было государство монголов, и эти государства стали очень быстро мусульманами. А то государство, которое не стало мусульманским, это государство основанное Кубилаем на территории Китая. И с границей между... Юанская государство не стало мусульманским. Таким образом, Юанское государство было отделено от Золотой Орды именно этой территории, Томском, Сибирью. И здесь как раз-таки пролегала граница между мусульманскими и немусульманскими тюркскими странами. И поэтому древнетюркское время заканчивается примерно в 1250-х годах. И средний тюркский период начинается примерно с того времени, можно сказать, с 1200-х годов, и продолжается до... Примерно до середины 19-го века. Потому что в тот момент, например, был, например, Алтай-миссия, которая пришла исследовать к тому времени тюркских языков. И прекрасная книга Отто Бетлинга о якутском языке появилась как раз в то время. И в то же самое время появились произведения тюркменских поэтов... Махдумкулы? 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 Кемине и другие. Кемине и других. В то же самое время, примерно в середине 19-го века происходило большое влияние европейской литературы на литературу Азери и Турции. И то время, когда тюркские языки стали более-менее письменными, как раз таки приходится на середину 19-го века. До того, как я перейду к описанию древне-тюркского языка, я бы хотела сказать о средне-тюркском. Средне-тюркский был в основном... письменная средне-тюркского языка была в основном на арабской вязи. Но его использование осуществлялось четырьмя разными способами. Между Пекином и Казанью был чагатайский язык. Которым был звук... Которым был звук... Который писался таким образом. Н-К. Вилярный Н писался таким образом. И только долгие гласные писались настоящими буквами. И отличительной особенностью языка волжских булгар... Был следующее. То, что волгский булгарский язык, который получил название от реки Волги... Имел написание голосных звуков только через диакритики. И этим отличался как раз таки волжско-булгарский язык от чагатайского... в своем написании, в своей графике. Третьим способом написания тюркского языка это было то, что было османским языком, то, как писали при помощи арабского алфавита в Турции, османский язык. Таким образом, для заднего овулярного «на» писался «ка». Четвертым способом использования арабского алфавита для тюркской письменности было использование в Египте. Там проживали мамлюки, которые говорили на кыпчакском языке. Они на самом деле являлись кыпчакскими рабами, которые были привезены в Египет. А далее стали правителями Египта. Существует ряд литературных памятников на этом кыпчакском языке, которые еще не были отредактированы. А также грамматики, которые описывали этот язык. Из-за того, что они были рабами, они не выучили чагатайский язык. Поэтому они более или менее писали на своем языке так, как они на нем говорили. В среднем тюркском периоде другие алфавиты также использовались для написания. Например, в Болгарии есть ряд текстов, которые были написаны на греческом алфавите. Некий булгарский язык, на котором писали на греческом алфавите. А также другой алфавит, который использовался для литературы, это был армянский алфавит. Есть армянская кыпчакская литература в Польше и Украине. Не все тексты были отредактированы, но есть довольно большое собрание этих текстов. Другой алфавит, который использовался для письма на тюркских языках, это еврейский алфавит. Для написания, простите, использовался язык... Этот алфавит использовался для письма на языке караимов, начиная с 16 века. Этот язык также является копчакским. И также существовал ряд этносов, которые проживали на крымском полуострове, например, Крымчаки. И также есть ряд текстов на османском языке, написанных на иврите. Я упомянула о греческом алфавите, я хотел бы добавить кое-что. В 7 веке греческий алфавит использовался в Афганистане для бактрийского языка. И в этом бактрийском языке существует целый ряд выражений древнетюркского. И одним из ключевых моментов, касающихся использования этих алфавитов, то есть иврита, греческого, армянского, является то, что в них различаются такие звуки, как О и У. Например, глагол торг, тург, рождать. В разных языках это может быть или торг, или тург. И благодаря этим алфавитам, которые я уже упомянул, мы видим разницу. Существует еще один алфавит, который использовался для среднетюркского языка. Это китайский алфавит. Есть следы использования китайского алфавита для тюркского языка, начиная с 9 века нашей эры. Но начиная со среднетюркского периода существует целый ряд разных словарей и текстов, которые были написаны на китайском алфавите. Я сказал, что большинство среднетюркских текстов написаны на чагатайском языке. И так, на чагатайском писали на территории между Пекином и Украиной. И все эти тексты, которые встречаются на такой протяженной территории, были написаны совершенно не на одном диалекте. Потому что люди, писавшие тексты, позволяли тому языку, на котором они говорили, влиять на их письмена. На их письменную форму. И таким образом, одни тексты на чагатайском языке отличаются от других текстов на чагатайском языке. И до настоящего времени, на самом деле, никто этот вопрос не описал. Вот это мне хотелось обозначить касательно среднетюркского языка. Возможно, уже сейчас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Нет вопросов? Нет вопросов? Микрофон включите, пожалуйста, задайте вопрос. Нет вопросов? Имеется ли в виду ПАК-СПА, когда говорится китайский алфавит? Существует один китайский алфавит. ПАК-СПА не является китайским. Не алфавит, китайский писатель. Хорошо, то, что сказано насчет китайского алфавита, имеется в виду китайское письмо. Это китайская иероглифическая транскрипция, которая существует, ну, в общем, фиксируется, примерно, с середины первого тысячелетия до нашей эры. Использовалась для, вполне кодифицированная, использовалась для записи иностранных слов. Вот, значит, впервые, ну, когда китайцы знакомятся с буддизмом, то они начинают буддийские термины транскрипировать таким образом. И дальше это довольно хорошо употребляется для записи варварских слов, когда это нужно. По-видимому, из нее возникла впоследствии Маньогана, это древнеяпонская слоговая письменность. Это не та, она не является предком современных японских кан. Вот. Ну, и, значит, она хорошо использовалась в глоссах в корейских китайскоязычных памятниках до изобретения, собственно, корейского алфавита в 15 веке. Когда я говорил китайский, то означалось это примерно практически современные уйгурские тексты. Система транскрипции на китайской, точнее, китайская система транскрипции 18 века слабо отличается от более поздней. И современные уйгуры, они, на самом деле, писали на чагатайском языке. Но китайская транскрипция не так, не похожа на чагатайский. Итак, китайская транскрипция отражает произношение в диохрании уйгурского языка. И можно намного больше узнать оттуда, чем из тех источников, как на самом деле писали уйгуры. Еще комментарии, ремарки, вопросы? Еще можно узнать, у вас есть сведения по старописьменным монгольским источникам? Можно, пожалуйста, громче? Извините, плохо слышно. Старописьменным монгольским. Есть тексты известные на дюркских языках? Какие языки, какие-то тексты известные, которые были написаны на дюркских монголических инскриптонах? Какие-то, что вы можете сказать о монголии? Монголии... 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 Монголии были написаны в основном в монголическом писании, которое еще используется сегодня в Инна-Монголии. Итак, то монгольское письмо, которое до сих пор используется во внутренней Монголии. И также немного в той системе, которая уже была упомянута, называющаяся ПАКСПА. Например, сокровенная история монголов, которая пишется на китайском. То есть, на китайской письменности монголы используют китайскую письменность для транскрипции своего языка. Я перейду к древне-тюркскому скоро, сейчас. Потому что монголы используют этот алфавит, как и большинство тех, которые писали на древне-тюркском. Ответили ли мы на ваш вопрос? Частично. Я думаю, потом мы встретимся, подробнее поговорим. Еще следующий вопрос. Тибетское письмо. Я перейду к тибетскому алфавиту, когда буду говорить о древне-тюркском языке. Все, что, все, язык, на котором говорили и который записывали до 13 века, я буду называть древне-тюркским. Итак, самые древние памятники, которые мы имеем, на которых писали на древне-тюркском языке, это... Руни-форм, that's why I call it, because it's not runic. Это руни-форм. Это не руны, а руни-формы. Because you know that the first people, no, not the first people, but some people who really worked intensively on this alphabet were the Finns, who were brought to Siberia. Очень интенсивно над этим алфавитом research. They documented, интенсивно. I'm not saying the first. Документация работа этого алфавита, это были финны, которые пришли в Сибирь. These were Finns who were... Finland at that time was part of Russia. В то время Финляндия являлась частью России. And the Finns were brought to Siberia as a punishment, because they were against Russian rule. И финнов ссылали в Сибирь в качестве наказания, потому что они выступали против господства России. And since uralic languages are spoken in this area, they thought that they could find proto-urallic in these writings. А так как уральские языки также распространены на этой территории, то сосланные финны думали, что они найдут какие-то протоформы или следы протоязыка, так как существовали вот эти памятники письменности. И германские народы, которые проживают в Скандинавии, а также на севере Европы, они также обладали алфавитом, который назывался рунским. И, соответственно, упомянутые исследователи сделали такое сопоставление этих алфавитов, так как они визуально были очень похожи, с определенной долей схожести в формах, в размере букв и так далее. И таким образом всю свою документацию исследователи отослали Вильгельму Томпсону, который являлся специалистом по исследованию финно-угорских языков. Но он также работал над языком, который назывался... Я прошу прощения, если иногда термины неправильно называю. Если есть комментарии или исправления, пожалуйста, исправляйте. И поэтому... Ликийский, Ликийский. 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 А что было? Ликийский. Томпсон был специалистом по ликийскому языку. Ну, он занимался этим языком, и когда финны прислали сюда. А то лекции надо слушать. И вы, наверное, знаете такую область, как Анталия, вот там как раз-таки был распространен ликийский язык. Но сегодня его также можно найти, что там есть письменность на ликийском языке. И таким образом Томпсон расшифровал письмена и обнаружил, что это был тюркский язык. Ну, существует очень много теорий о том, как образовался такой, как сформировался этот алфавит рунический. Об этом я не буду говорить, не буду углубляться в эти теории. Но такое ощущение, что этот алфавит создавался специально для тюркского языка. В алфавите существует две черты, две особенности, которые отличают его от других алфавитов в мире. Первое это... Если есть одна графема, такая... Ее можно прочитать как ЭБ или ЭВ, то есть А с двумя точками. Первое. Далее Б или В. Первое это ошибка, второе вот вариация. И вот это Б2 и Б1. Я пишу некоторые формы, но существует также и вариация этих форм. Первое, как я уже сказал, можно прочитать как переднеязычный ЭБ или ЭВ. А далее второе можно прочитать как АВ или АБ. И получается, что это такой первый или единственный алфавит, который действительно делает различия между переднеязычными и заднеязычными звуками, даже согласными. И нигде такого алфавита нет. А также другой чертой, отличающий этот алфавит, является... Здесь подразумевается гласный звук до согласного. Если, например, мы возьмем арабскую графему П, Ее можно читать как БА, БИ, БУ. Но означает гласный... Это то, что гласы следуют за согласным. И это отличительная особенность всех семитских письменных систем. И то, что я уже упомянул насчет предшествования гласного звука согласному, отличает его от всех других систем письменности в мире. Я, конечно, не буду писать здесь полностью этот алфавит, но у многих из графем существуют определенные особенности написания, когда имеется в виду переднеязычные и заднеязычные звуки. Разные графемы используются для написания одних и тех же согласных с переднерядными и заднерядными звуками. Я говорю сейчас только о некоторых отличительных особенностях. Например, есть разные варианты написания согласного К для разных звуков гласных. С разными гласными звуками. Вот, например, ЭК или К. Графема похожа на Б. Это отличает систему от арабского алфавита тем, что в арабском возможно только следование гласных за согласными, но не наоборот. А сейчас, как все это говорят, не наоборот. А когда подразумевается предшествование гласного звука, эта ситуация весьма удобна для исследований или когда мы говорим о гласных звуках. Потому что если гласный звук будет следовать за согласным, то он может стать частью суффикса, и придется его писать отдельно. Поэтому важно различать гласные при написании, которые в конце слова или основы, нежели которые предшествуют концу основы. Я, конечно же, упомяну некоторые предположения о происхождении. Вот это графема, вот это стрела, это некая идеограмма. А знак для дома неким образом напоминает шалаш или палатку. А это может быть крюком или крючком для охоты, рыбалки. Некоторые из этих графем, они являются идеографическими, но некоторые совершенно нет. Ну то есть мы можем видеть все-таки, что с самых первых текстов то написание, которое мы наблюдаем, является все же алфавитом. И мы знаем, что в Сибири очень много написаний, которые использовали этот алфавит, памятников. И этот алфавит использовался для написания второго тюркского каганата. А до этого был первый тюркский каганат. В первом тюркском каганате мы знаем о двух системах написаний. Первое это на сагдийском, что является иранским языком. В первом тюркском каганате мы видим очень много личных, собственных имен, а также титулов, которые не являются тюркскими. Такие слова или имена, как арслан, лев, они не использовались в первом тюркском каганате. И мы не знаем, насколько древние южно-сибирские памятники, написания. Кто-то говорит, что они более древние, чем архунтские надписи, кто-то говорит, что они были написаны значительно позже. Но что можно с точностью сказать, указать, это то, что в надписях Южной Сибири намного больше, больше букв, чем в архонно-енисейских надписях. В архонских, прошу прощения. Архонские надписи были такими государственными, парадными памятниками, которые написались профессионалами. В то время как мы видим или мы предполагаем, что надписи Южной Сибири писались многими простыми людьми, которые просто знали этот алфавит. Некоторые, как, например, русские люди пишут свои имена в тех местах, где они бывают, то и многие из этих южно-сибирских надписей такие же, с именами. Итак, это выглядит, что этот алфавит был использован в Тува-Хакасия, в Альта-Арре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...